Члены штаба по независимому общественному наблюдению за выборами провели около полусотни семинаров по всему региону. Слушателями стали порядка пяти тысяч активных граждан, которые подтвердили, что обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы осуществлять независимое наблюдение на избирательных участках. Об этой подготовке говорили на рабочем заседании штаба. Оно прошло в расширенном формате. К участию присоединились и федеральные эксперты. Так, Александр Брод, председатель независимого общественного мониторинга, подвел предварительные итоги регистрации кандидатов на пост президента России. А также напомнил, что участники штаба должны следить не только за ходом голосования, но и за всеми процессами, которые непосредственно предваряют эту процедуру. Обратите внимание уже сейчас, на данной стадии избирательного процесса очень важно отдавать себе отчет о том, как происходил спортподписи, как начнется агитационная кампания, как кандидаты будут соблюдать законодательные этические нормы. Активные жители тоже могут сообщать о возможных нарушениях, а также оперативно получать всю информацию о предстоящих выборах. В этом им поможет горячая линия, которую скоро откроют на площадке Нотариальной палаты Самарской области. Эта услуга очень популярна у жителей региона. Количество обращений с каждой избирательной кампанией растет, и большинство из них напрямую относились к избирательному праву. Спрашивали о местоположении участков, об их доступности для маломобильных граждан, о замечаниях в ходе предвыборных кампаний различных кандидатов. В отличие от предыдущих лет, а мы с 2009 года организуем эту работу совместно с общественной палатой. Если раньше две трети и три пяток составляли вопросы сами до того характера, то в 2023 году две трети были вопросы избирательного характера. Избиратели интересовались именно вопросами избирательного права. Осмотр участков на предмет доступности для всех категорий граждан – это тоже одна из задач, которые стоят перед членами штаба. Будут организованы выездные проверки, чтобы у территориальных избирательных комиссий было время на исправление замечаний, если такие будут выявлены, чтобы у каждого гражданина была возможность реализовать свое конституционное право. Как представителю персонального сообщества юристов-адвокатов важно отметить и отметить абсолютно искренне, исходя из тех знаний, которые имеют место быть, что Самарская область традиционно, на мой взгляд, является лидером подготовки, в контроле. И здесь можно смело сказать избирателям, что мы вас ждем. Выборы будут прозрачными, профессиональными, понятными для каждого. Также члены штаба примут участие в межрегиональном форуме «Общество и выборы». Представители Самарской области, как одни из лидеров по работе с независимыми наблюдателями, поделятся своим опытом с коллегами из других регионов. У нас пройдет межрегиональный форум, на котором Самарская область будет на правах, по сути дела, одного из лидеров рассказывать о экспертной подготовке региона к этим выборам. В них примут участие в этом форуме Московская область и Волгоград. И, соответственно, мы будем одними из первых, кто докладывает о том, как мы вступаем в стадию, уже горячую стадию выборов 2024 года. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке вне голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, Сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.